А перед началом видео, хочу вам порекомендовать группу ВКонтакте про деньги 86. Здесь публикуются обзоры на дебетовые карты, кредитные карты, микрозаймы, вклады, инвестиции и схемы заработка и еще много познавательного и интересного контента. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот 5 самых убедительных доказательств того, что пришельцы существуют. Поехали! Алюминий, доказывающий, что нашу планету посещали пришельцы В Румынии был обнаружен кусок алюминия, явно сделанный руками разумных существ. Его возраст, согласно результатам исследований, составляет 250 тысяч лет. В то время человечество на Земле еще не существовало, а значит, металл был изготовлен представителями других галактик. Кусок алюминия, выглядящий так, будто он был изготовлен разумными существами, был найден в коммунистической Румынии еще в 1973 году. Однако тогда находку скрыли от общественности по соображениям секретности. Лишь сейчас о ней рассказали широкой публике. В состав этого металлического предмета входит 12 металлов, причем 90% его массы составляет алюминий. Возраст находки составляет 250 тысяч лет. Эти данные были позднее подтверждены независимой лабораторией в швейцарском Лазанне. Люди начали производить алюминий примерно 200 лет назад, поэтому находка такого солидного возраста стала сенсацией. Предмет был обнаружен в 1973 году строителями, производившими работы на берегу реки Марош, неподалеку от города Ают. В 10 метрах под землей они обнаружили три странных предмета. Они казались очень старыми, так что рабочие вызвали археологов для оценки. Те сразу определили, что два из них являются ископаемыми останками древних организмов. Третий выглядел как кусок металла, изготовленный руками человека, поэтому поначалу его идентифицировали как наконечник топора. При более тщательном изучении ученые быстро установили, что первые две находки являются костями млекопитающего, умершего 10-80 тысяч лет назад. Однако третья находка поставила их в тупик. Это был кусок очень легкого металла, причем, скорее всего, изготовленный руками разумных существ. Местный историк Михаил Виттенберг утверждает, что на самом деле этот объект всего лишь деталь немецкого самолета времен Второй мировой войны. Точнее, часть шасси Миссершмитта, модели МЕ-262. Уфологи с ним категорически не согласны. По их мнению, данная версия просто не принимает во внимание возраст металла, подтвержденный экспертизой. Камень Ланчжоу Этот поистине удивительный артефакт, который намного старше человечества, очевидно, был сделан кем-то. Вопрос в том, кем? Ланчжоуский камень, обнаруженный в конце 1990-х годов Жилином Вангом в отдаленной горной местности на северо-западе Китая, является одним из самых непонятных артефактов. Грушевидный объект выполнен из чрезвычайно твердого черного минерала и имеет размеры приблизительно 7,5 на 7,5 см. В некоторых кругах предполагается, что камень может быть ранее неизвестным видом метеорита. Если это так, то какой целью служил резьбовой металлический стержень внутри камня? Как вы можете видеть на фотографии, встроенный в камень Ланчжоу металлический кусок выглядит искусственно. Он плотно закрыт, и его позиция предполагает, что он был намеренно размещен там. Многие геологи были потрясены этой необъяснимой реликвией, о чем свидетельствует эта статья в «Утренних новостях Ланчжоу». Более 10 геологов и физиков из Национального бюро земельных ресурсов провинции Ганцю, Бюро по исследованию цветных металлов провинции Ганцю, Институты геологии и минералов в Китайской академии, отделение Ланчжоу и школы ресурсов и окружающей среды колледжа Ланчжоу собрались, чтобы изучить происхождение этого загадочного камня. После обсуждения возможности его создания и возможных причин его формирования, ученые единодушно назвали камень одними из самых ценных в Китае и в мире для сбора, анализа и археологических исследований. Текущее местоположение камня неизвестно, и результаты анализа не обнародованы. Единственное, что ученые не скрывают, так это его возраст – около 300 миллионов лет. По поводу этой находки существует несколько интересных предположений. Прежде всего, металлический стержень был явно изготовлен и требовал определенного технологического уровня для его создания. Неопознанный черный материал мог быть чем угодно, но вполне вероятно, что и его могли искусственно сделать. К слову сказать, Ланчжоуский камень – не единственная неудобная для официальной науки находка. В России был тоже найден металлический предмет в неизвестной породе. Радиоуглеродный анализ показал, что ему тоже около 300 миллионов лет. А теперь вопрос. Эти камни – доказательство развитой и очень-очень древней цивилизации, о которой нам еще предстоит узнать, естественно, переписав историю, или все же метеориты, застрявшими в них элементами неизвестной инопланетной технологии возрастом 300 миллионов лет? Пришельцы могут жить в кислотных облаках Венеры. Венера – одна из самых непригодных для жизни планет в нашей Солнечной системе. Ее атмосфера состоит из углекислого газа и азота, а пары серной кислоты образуют облака, которые полностью закрывают поверхность планеты от наблюдения со стороны. Причем атмосферное давление у поверхности в 93 раза сильнее, чем на Земле. Такое давление испытывают корпуса подводных лодок на глубине 1 километра. Тем не менее, ученые нашли на Венере нишу, где микроорганизмы могли бы существовать. Это нижний облачный слой на высоте 50,5 километров. Здесь наблюдается умеренная температура около 60 градусов Цельсия и атмосферное давление, сопоставимое с земным. В атмосфере Земли находят живые микроорганизмы, способные забираться на высоту 41 километр. Также некоторые формы земной жизни, способные процветать в невероятных экстремальных условиях, в кипящей в воде термальных источников или кислотных озерах. Есть земные микроорганизмы, способные питаться углекислым газом и производить серную кислоту. Для этих существ условия в облачном слое Венеры были бы весьма подходящими для жизни. Но самое главное, деятельность таких микроорганизмов объясняла бы загадку появления странных темных пятен на снимках Венеры. Эти пятна сохраняются в течение нескольких дней, но постоянно меняют свою форму и контрастность. Частицы, образующие эти темные пятна, имеют почти те же размеры, что и некоторые бактерии на Земле. Это может быть похоже на цветение водорослей, которое мы наблюдаем в земных водоемах. На Венере примерно то же самое может происходить в облаках. Таинственный изумрудно-зеленый огненный шар внезапно появился в небе над японским городом Ниегата и оставил после себя яркий след из искр. Неопознанный объект был заснят камерой одного из японских телеканалов. Объект двигался по прямой горизонтально 10 секунд, пока не исчез из поля зрения камеры. Это событие поспешили прокомментировать эксперты, которые отметили, что неопознанный объект – это космический мусор. По утверждению специалистов, яркий шар в утреннем небе – не что иное, как фрагмент спутника, который сгорел после того, как он вошел в атмосферу Земли. А Национальная астрономическая обсерватория Японии предположила, что эта малая комета или астероид вошел в атмосферу как яркий огненный шар. Хвостатый НЛО над Швейцарией Неизвестный объект, выпустивший толстую струю темно-коричневого дыма, был замечен поздним вечером 14 марта 2018 года. Жительница швейцарского города Литау стала свидетельницей странного явления, которое наблюдала из окна своей кухни. Молодая женщина заявила, что объект не летел по небу, а неподвижно висел в одном месте. Когда она подняла свою камеру, чтобы снять НЛО, тот вытолкнул вверх облако коричневого газа и через некоторое время исчез. Объект с хвостом просто стоял в небе и не двигался в течение двух или трех минут. Затем он повернул вправо и исчез, сообщила потрясенная хозяйка дома. Однако через несколько минут инопланетное облако снова вернулось и повторило те же движения, после чего таинственный объект удалился. Но на этот раз это было не так долго, как в первой, сказала женщина. Я понятия не имею, на каком он был расстоянии. Несмотря на ошеломляющую природу странного объекта, женщина даже не думала, что стала свидетельницей инопланетного вторжения. Вместо этого попыталась найти ему объяснение. Сначала она решила, что это был метеорит, но была озадачена тем, что он был неподвижен. А вот эксперты из компании SkyGuard, контролирующая воздушное пространство в Швейцарии, предположили, что объект вполне мог оказаться НЛО. Пресс-секретарь Владимир Боросса сообщил, что компания рассматривает данный объект как НЛО, но не обязательно как летающую тарелку. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»